Всем привет дорогие друзья, меня зовут Мишаня, напоминаю вам, может кто-то забыл. Как я понимаю, многие из вас, кто это смотрит, пришли на мой канал и подписались, обязательно подписались после видео про соседа. Поэтому логичным, наверное, будет рассказать небольшое продолжение, что же случилось дальше. Об этом, конечно же, мы в этом выпуске и поговорим. Но не только об этом. Вообще, на самом деле, это влог Lifestyle, который будет регулярно выходить на этом канале, как и выходит уже 3 или 2 выпуска, если я не ошибаюсь. Короче, в чем мы с ней страдаем? Давайте я вам вот такую штуку сделаю, как обычно все крутые чуваки делают. В этом выпуске... Шары катаю. Номинаю, каждый день, наминаю, наминаю. Нужно операцию делать. Какая нахер операция? Отстань. Я тебе несу твои любимые ромашки. Что мне сказать? Коробе сисечку выдаили. Никакого влога мы с вами не посмотрим, правильно? Правильно. Вот, теперь вы примерно представляете, о чем пойдет речь. Насчет соседа. Для тех зрителей, кто вообще первый раз слышит историю про соседа, вкратце объясню. Через стену от меня живет сосед. Очень замечательный человек. Кавычка. Вот в таких жирных кавычках огромных. Абсолютно незамечательно. Он очень любит водяру. Происходит очень печальные вещи. Наименее страшное, что происходит, это Мишаня не может вообще спать. Самое страшное, что происходит, это то, что он лупит своих жену и детей. Такое ощущение, будто бы, я не знаю, он берет каждый предмет у себя дома и бросает эти предметы вот так вот в жену. В детей, в жену, в детей. Я даже вызывал полицию. Короче, предыдущий ролик, ссылочка вот здесь оставляю, посмотрите. Но это все пару дней назад. Я лежал спокойно себе и спал. Могу себе позволить 3 часа ночи поспать. Просыпаюсь я, блядь, резко. Я слышу, блядь, как какая-то, сука, лавина слетает с Савереста. Блядь, землетрощение, разлом Сан-Андрес получается. Я просыпаюсь и думаю, ааа, это ж мой сосед просто, просто выпил водочку. Водочка зло, кстати. Я понимаю, что надо брать камеру в руки. Это, это, чуваки, это не передать словами. Ну, это на самом деле тут комментарии реально излишни. Это нужно просто смотреть. Это, блядь, представление похлеще, чем в цирке Дюссулей, мать вашу. Я обязательно вставлю материалы вот здесь вот, вот они вот здесь вот хранятся. Вот, вот здесь на моем MacBook Pro, MacBook Pro M1 Max. Вот так он выглядит. Последний раз я его видел в лифте. Чуваки, отвечаю, я, блядь, просто охуел. Когда я ехал с ним 18 этажей, у меня так быстро сердце еще никогда не билось. Я, блядь, по полчаса бегаю на дорожке в спортзале. Так у меня даже тогда сердце так быстро не билось. Он меня не узнал, судя по всему. Ну, очень странно смотрел. Как будто бы он догадывался, но не мог понять точно, я ли это. Честно говоря, мне плевать. Я-то что, наговариваю разве про него? Я говорю всю правду. Просто это так странно, знаете, жить с чуваком через стену, про которого ты каждый вечер записываешь видео. Ну, а че, блядь, не убить своих детей каждый день и бухать водяру. Правильно? Правильно. На самом деле, это не очень смешная тема, потому что я очень часто вижу эту женщину, которая выходит из квартиры, да, мы с ней пересекаемся. И она, знаете, она очень адекватная. Она очень такая дружелюбная, очень приветливая. Вообще не... Шары катают. Вот так вот мы живем. Захотелось шары покатать человеку. А почему бы и нет? Ну, в общем, она очень приветливая. Просто отсюда вопрос. Почему она до сих пор не уходит? Что ее держит? Ну, вы просто не понимаете. Ничто не является оправданием, чтобы с ним оставаться. Вы сейчас... Я прям вижу, вот, сука, я прям вижу. Кто-то из вас прям сейчас пишет. Квартира. Квартира. Дети. Работает ее мужик, ее обеспечивает. Иди работай сама. Твоя квартира, выгони его. Общая квартира. Разведите, разделите имущество. Или не плачь. Сиди молча, он тебя бьет дубиной, а ты... Спасибо. Я ни в коем случае не говорю, что она виновата в этих конфликтах. Но я говорю о том, что если этот мужик настолько неадекватный, то зачем его терпеть? Пускай он сам живет до конца жизни и бухает там в обнимку с бутылкой водки спит. Сказал, живет. Ну, свали и построи свою жизнь по-новому. Да, это не так просто, я согласен. Ну, а как по-другому-то, еб-то? Вот так вот, Вася. Кстати, многие спрашивают, Мишаня, а зачем ты шапку носишь дома? Ты что, дурак? А Мишаня лысеет. Лысеет Мишаня. И комплексует. Да. Выпадают волосы. Ладно, не будем о грустном. Давайте немного сменим эту траурную тему и перейдем более к хорошим новостям. Мне кажется, цепь, мне кажется. Хочу немножечко постоять. Во-первых, гипса больше нет. А это значит, что мы резрус. Резина русская. Номинаю каждый день, номинаю, номинаю. Американскую резину мы не номинаем. Номинаю, номинаю. Ну, и сказали еще какие-то ванночки там солевые делать. Хуй знает, зачем это надо. Ну, сказали и делать. Вот, делаю вот так вот. Вот так вот пальчик, да. Вот так вот, АСМР, вот это пальчик. Вот мы вот это так сгибаем с вами пальчик. Да-да-да-да-да. Так как мы выезжаем завтра рано с утра, сейчас я с вами закончу диалог и пойду к ребятам ночевать. Потому что завтра мы рано с утра все вместе выезжаем. Кстати, насчет моего перелома. Как вообще это все произошло? Если вы никогда не катались на сноубордах, будьте очень осторожны. Потому что это все произошло, да, от банальной неосторожности. Хочу немножечко сменить план просто. Короче, мы катались, все было нормально. Но мне, знаете, было как-то немного жичко скучновато. Типа, ну, едешь, уже привык, едешь и едешь. Хочется, б***ь, какого-то вот движа лютого. Вижу я недоделанную трассу, с которой как бы можно спускаться, но она вообще не оборудована. И там не раскатан снег, там просто вот как нападал он с неба, так он и остался. Мне ребята говорят, Миша, ты что, ебаный ты? Я говорю, ребята, да. Ну и долго не дожидаясь, я заложу на эту гору и начинаю с нее ехать. И в этот же момент я вижу просто голый лед. И на этом голом льду очень много таких, знаете, намерзших ледяных камней. То есть как, я не знаю, как щебенка. Я начинаю пытаться как-то повернуться, но падаю в эту кучу камней и вот так вот. После этого мы катались еще пару часов. Я вообще узнал, что я сломал палец через два дня. Дохожу я, прихожу в больничку. Прихожу, думаю, сейчас быстренько отстреляюсь. Они мне сделают рентген и я пойду домой спокойно. Никакого там перелома нет, что вы мне мозгу ебанете? Думаю, все, давай, врач, быстрее говори мне, что у меня тут ушиб. Я там помажу бдалабе на этой хуй. Он такой смотрит на меня и говорит, у вас тут перелом в суставе. Нужно операцию делать. Какая нахер операция? Спустя месяц я вот пришел, недавно мне все сняли, вот как видите. Кстати, смотрите, в чем прикол. Вот этот палец, видите, да? И вот нормальный палец. Видите разницу? Чтобы вы понимали, он ровным никогда уже не будет. Он так сросся. Это не важно. Будьте просто поаккуратнее. Ну, а сейчас мы собираемся на шестой раз катание на сноуборде. Кажется. Приятненько. Сейчас иду к ребятам. Мне уже нужно как-то собраться, правильно? Что мне надо с собой для того, чтобы покататься на сноубордах и не умереть от холода? Во-первых, каждый уважающий себя мужчина носит подштанники. Запомнили? Значит, пошли за ними. Так, подштанники взяты. Вещь номер два. Зарядка для телефона. Иначе он сядет нахрен. И никакого влога мы с вами не посмотрим, правильно? Правильно. Дальше. Что же нам нужно? Мне кажется, вот эта вещица очень нам понадобится. Фрейдер, ты как думаешь? Понадобится? Да, я думала, нам понадобится. Значит, берем. Так, кстати, кому интересно, вся вот эта история со сноубордами стоит пять тысяч в сумме. До пяти тысяч даже, я бы так сказал. Это включая всю аренду всего снаряжения, сноуборд, экипировка и так далее. Пингвин, что нам еще нужно взять с собой? Мне кажется, нам нужно взять меня. Ты что, блядь, дурной? Ты кататься не умеешь, какого тебя? Ну ладно, ну ладно, ладно, не опишу. Ай, прости, пожалуйста. Монатки собраны. Берем рюкзак и... Кажется... Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Отстань. Кукис. Давай, почти уже влезла. О, как хорошо. По тебе бегут холодные мурашки И я тебе несу твои любимые ромашки Стоя у подъезда той многоэтажки Где мы потеряли любовь По тебе бегут холодные мурашки Тебе несу твои любимые ромашки Так, а ты-то что не едешь? Катайтесь так, чтобы было приятно всем И попе тоже Ваше невольно, что было Ну... Ну, блядь, что мне сказать? Спроси что-нибудь Как съехала в последний раз? Очень, очень приятно Очень приятно Мне понравилось Верхний кантик освоен Немножко Сосульку не хочешь облизнуть вон там? Посмотри Большая какая толстая вещь Вот эту? Ну да В форме пениса? Да, да, да Может быть Расскажи, как проходит катание Мы спускались на спуске только что И Саша сказал А ну-ка пропустите меня Я сейчас как псих поеду И разъебался на первом же повороте И все И все И сидит сейчас Вот там В кафетерии Сказал, что голова как после похмелья Ждем теперь паренька Хотим еще кататься там? Я да Я тоже Я еще раза четыре бы съехал точно А потом кофе хочу попить Ахренски попить кофе Где? В автобусе? Нет В автобусе Только дома вкусный Нет, ну да, это понятно Но в автобусе бесплатно А, точно, да Ну тогда стакан на три-четыре Ну там, кстати, тоже бесплатно У меня уже там Чтоб ты понимала Я вот эту огромную сиську выпил Уже там Процентов тридцать осталось Коровью сисечку выдаили Так сосульку пойдем отламывать тебе? Да как ты тянешься ты до сосульки? Нужно показать вид Как тут все как тут дела О, фонари включились Все ты можешь Не, я не буду Я подумал Меня еще со стулькой Проштрякнет мне голову С Сашей будешь сидеть там Сынок In ambulance Emergency Terrorist win Скорая только на вот этом Какой-то мобиле Так что нет И что, он будет сидеть? Ну, он не хочет Что ты его тащил А, ну, значит, нормально Сейчас Ну, нормально Я просто не пойму У него голова болит или что? Ну, больно ударился Просто недоволь Ну, ладно Недоволен был На этом наше сноуборд-путешествие закончилось Из выводов Первое Всем очень понравилось Второе Все немного подтянули свои навыки Третье Саня прокатился как псих Кажется Вернувшись к истории про соседа Миша, как последняя конченная крыса Вставила предложение про соседа в конец ролика Согласен Я снич Не знаю, что вам сказать Убедите детей от экранов Это же Это жесть Как я уже сказал Я проснулся в 3 часа ночи От жестких каких-то криков Стонов Визгов И так далее Понимаю, сейчас будет годный контент Комментарии излишни На самом деле Просто Просто смотрите И постарайтесь Не поехать кукушкой, что ли Вы слышите это? Что-то скотина там делает опять Боже мой, как он задрал По-моему, там какой-то апокалипсис намечается Честно говоря, я просто не могу подобрать слов, чтобы прокомментировать эту Но у меня есть кое-какая идейка У Артема есть микрофон-петличка, которая на проводе Так вот, в следующий раз он мне его принесет И мы засунем его вот в эту стену Как я понял, эта стена ограничится стеной соседа спальни И я думаю, если я услышу, что происходит там То мы тогда с вами откроем ящик Пандоры Добрый вечер Это было очень, очень сложно Сегодня было все отлично Всем очень сильно все понравилось Мы накатались Ну, за исключением, наверное, Сани Саня немного под конец дня расстроился Да, он катался как псих Но с ним все хорошо Он сходил в больничку И ему сказали, что у него все гуд У меня тоже все в порядке В этот раз все руки целы Это реально не передать словами Это должен попробовать каждый Ну, а я очень устал У меня все болит Я буду ложиться спать Вам большое спасибо за просмотр Как обычно, не прошу А просто рекомендую подписаться Поставить колокольчик Поставить большой палец вверх Ну, и тоже можете ложиться спать Разрешаю Даже если утро, плевайте, ложитесь спать Меня зовут Михаил Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok